друзья доброе утро большое спасибо за комментарии все кто заходит ставит лайки мне на видео у меня прибавляется потихоньку моих друзей которые смотрят меня я конечно тоже всегда рад кто присоединяется и сам присоединяюсь на те каналы которые приходят ко мне мне тоже интересно смотреть и другие не только эгоистично строить свои видео и сидеть только на своих видео мне интересно очень другие темы людей тоже интересные рассказы продолжим тему моей можно сказать автобиографии когда мы жили в каменькаширске и в каменькаширске было особенно зимой много праздников вот мы ходили щедровали каледовали каледовали щедровали правильно потому что вначале каледа потом щедрик был и со своими друзьями мы знали куда идти где нам давали больше денег у меня сосед был виктор тоже по одна фамилия черко но никакой не родственник просто сосед папа у него работал старостой в церкви и как бы прислуживал там в церкви очень хорошему попу который правил этой церкви на воле на улице воли был такой очень хороший поп крестецкий замечательный это просто создан для попа был человек очень интеллигентный он с польской фамилии был он наверное сам и по своим корням был и поляк и он жил возле недалеко первой школы я помню это как называл как раньше была автостанция в каменькаширске он прямо на углу дом стоял и он там жил и мы когда хотели каледовать так в первую очередь шли к нему почему потому что он всегда давал каждому ребенку по рублю вот все кто там 10 копеек то 15 копеек давал но тогда это большие деньги в общем-то были конфеты сыпали и прочее прочее вот мы ходили у нас была такая называлась шопка домик такой был в домике значит домик сам обтянут был красной тканью украшен полностью всем этими мишурой всякой и внутри домика горела свеча по центру и там делали такие маленькие иконки и кое сбоку были маленькие окошки и от свечи был свет и вот когда мы приходили и нас в дом не пускали мы к окну подставляли люди смотрели слушали наши песни щедровки и а кто значит разрешал заходить в дом мы стояли на палке этот домик был и стояли щедровали интересная жизнь конечно детская была еще значит участь музыкальной школе директор школы клайн юрий морозович организовывал очень хорошие концерты мы ездили с отчетным материалом там были и люди танцевали очень хороший был ансамбль веселка где отбирались очень красивые люди много моих соседей танцевала в этом танцевальном ансамбле я сам не танцевал в этом ансамбле я только пел и был хороший очень певец пчелинцев такой это был родной брат нашей учительницы надеева сырьевны и рубец вот он был вероятно после аварии он немножко прихрамывал такой-то но пел он просто замечательный он меня всегда называл чебурашка почему потому что я в классе четвертом с вокальной группой девочек исполнял песню пусть бегут неуклюже тоже на сцене нашего дома культуры в городе камень кашеск чуть позже клайн юрий морозович организовал духовой оркестр был да был очень хороший духовой оркестр и при этом духовом оркестре значит я пел песню конкурсная песня была вроде бы если я не ошибаюсь эта песня была о красной песне я теперь вспоминаю как песня пионерии первый отряд и там спой песню как бывало отрядно запевала вот этот под эту песню мы тоже ездили конкурсные смотры были в городе ковеле затем в киверцах и в луцке и я еще плюс играл в ансамбле в этом оркестре только не в духовом а у нас был струнный где играли много мандолин потом дом бра затем балалайки 3 было это прима секунда еще там побольше было лайка было с контрабасами со всеми со всеми этими барабанами тарелками и прочим очень хороший был такой ансамбль тоже ездили с отчетным материалом выступали на волыне волынской области вот у нас в каменькашевске очень хорошая вспоминаю было три бандуристок и руководила смолерчук евгения они объездили очень много стран европу объездили очень очень популярный ансамбль был не знаю званием там дали не дали впоследствии вот еще вспоминаю каменькашевск как мы с младшей сестрой светланкой а мы все время очень дружны были мы с братом не особо дружили потому что брат сам по себе он как-то занимался там деревяшками потому что в девятом классе он уже пошло работать он закончил 9 класса и пошло работать лесхоз на хороший был резчик по дереву и в лесхозе делали они резали такие олени олень стоил в магазинах везде 14 рублей 50 копеек как сейчас помню а им платили за одного оленя за то что они изготавливали семь рублей половину платили можно сказать ну вот он зарабатывал эти первые деньги и уже помогал как бы маме папе деньгами юра позже он ушел в армию позже ушел в армию и дальше после армии он сразу же поступил в ивано-франковск школа милиции и первая его работа была это старовыжевском районе ему дали 8 сел он был старший участковый в этих селах ему дали коня я помню приезжал к нему он жил в частном доме снимал квартиру я приезжал к нему он мне давал коня я верхом катался седлом и без седла верхом катался на коне еще вспоминаю в каменькашевске в классе шестом я пошел как только начались каникулы значит у нас всегда практика была практику как только отрабатывал в школе сразу же шел в колхоз и в колхозе за два месяца я заработал 13 рублей 80 копеек я купил за эти деньги школьный костюм себе это моя была первая зарплата до адский труд тяжелых 5 утра надо было вставать но я мог взять коня и верхом без седла приехать домой пообедать то есть это тоже запоминающая как это какая гордость приехать на коне домой на обед это было просто потрясающе это из ряда вон выходящие вот переключусь дальше в луцки в луцк я когда переехал и ходил в техническое училище номер один учился на фрезеровщика я жил недалеко от этого училища на улице лесе украинки как сейчас помню прямо возле речки дом был такой огромный старый дом и там была ветеран войны дарья акимовна дарья акимовна и попала в комнату жить небольшая комнатушка была снимал я тогда эту комнату я попал жить с артистом украины это из волынской филармонии был таким вас иль тарасюк вас иль тарасюк да и чем не конечно повезло он меня познакомил волынской филармонии с вас илья есть такой певец очень замечательный ему сейчас года 74 75 наверное уже вас иль зенкевич красивейший был певец это был такой можно сказать золотой голос нашей волынской области и вообще в украине его знали это тот певец который вместе с назарием и рамчуком покойным это с отцом потому что сейчас есть уже на зале и рамчука два сына который тоже прекрасно поет и вот с назарием и рамчуком из и васюком втроем это не пи впервые спелить червону руту это вероятно песня 71 наверно было да одна из самых первых песен в советском союзе они спели червону руту и тогда они стоят с краю стоит зенкевич вассель назарь и рамчук оба красавцы просто неписанные красавцы и и васюк и васюк ребята стояли в вышиванках и васюк его так как-то быстро сообразили прямо на концерте и он стоял просто в нарядном костюме в обычном костюме таком вот шикарно пели потом дальше они червону руту уже исполняли и была софия ротару тогда еще молоденькая худенькая но софия ротару никогда толстой не была это самая я считаю красивая женщина на всей постсоветской эстраде это и сейчас она остается в свои 72 года она потрясающе выглядит и как человек очень хорошая вот я занимался там опять же в луцке авиамодельными спортом я как рассказывал в первом в первом моем виде что распределили нас и мы уехали в запорожье мы уехали в запорожье я там пошел на завод там на заводе же меня приняли в комсомол я поздно пошел в комсомол я особо не любил эти все партии но меня заставили при пойти все-таки принять и пойти в комсомольскую организацию вот конечно оплатились там взносы как положено как и все партийные как комсомольцы платили мы каждый месяц взносы все это контролировалось все это проверялось я еще раз повторюсь у меня был шикарнейший наставник но этот наставник был заболеванием у него была шизофрения в общем-то но как я всегда говорю что в шизофрению дураков не берут очень умный разумный человек спортивный всегда был но были такие моменты когда весной осенью было обострение он не мог просто работать потрясающий человек я как сейчас вспомню это было конечно что-то с чем-то вот а когда переехали мы уже запорожье курсантами в калугу это станция воротынск это километров восемь наверное от калуги у нас там стоял такой полк с самолетами у тимих 15 спарка и миг-17 инструктор у меня был там юхта юрий александрович нас в группе опять было я опять был там старшиналетной группы и нас в группе в летной было пять человек опять же практически все те же остались вот и там запомнилось когда прислали нам курсантам родители деньги ну и там мы подкапливали свои там по семь с половиной рублей нам давали курсантские в калужском учебном авиационном центре в один прекрасный день утром встаем мама мне перед но бери перед днем рождения 11 то июня выслала 30 рублей у меня три рубля еще своих оставалось 33 рубля я утром встаю приходит старшина играет проверьте у кого пропали деньги я стою беру смотрю значит у меня впереди кровати стояла табуретка и мы там складывали свое обмундирование всегда когда ложась спать я достаю документы у меня 33 рубля эти украли то есть в тот вечер у нас из двух комнат кто-то утащил очень много денег потому что людей было у некоторых ребят и 90 рублей кто-то свои собрал то есть это было настолько неприятно настолько противно но это не передать просто потом яхнив старшина нас построил говорит мы найдем этого негодяя и прочее но так все это как бы затихло так и непонятно кто это сделал чай это организация была потому что это ночью когда все спали кто-то прошелся и украл эти деньги у кого ребят были в этих форме вот в калуге тоже интересно проводили всякие конкурсы и мы на один конкурс взяли собрали в нашей второй эскадрильи собрали такой трио ромен то есть мы вдвоем черных генка и я до переодевались в цыганок и то есть такое три ромы мы пели ежедневно меняется мода но покуда стоит белый свет и там некоторые цыганские песни еще пели спрячь за высоким забором вот выкраду вместе с вот из этой партитуры можно сказать это же первое выступление очень было приветствовалось аплодисментами и потом мы поехали по калужской области выступали в опытном поле помни я у меня уже ангина такая была заболел ангиной но надо было выступать поехали на это опытное поле полный зал выступили просто шикарно остались фотографии памяти конечно шикарно все было вот и всю жизнь как-то сопровождалась у меня эта песня еще будучи пацаном в классе шестом я поехал тоже в пионерский лагерь на озеро свитя свитясь и там впервые тоже не впервые уже это уже раз третье наверное выступление было моим моего сольного я исполнял огромное небо песню тоже под баян у нас баянистка была вот а когда поехал уже с младшей сестрой в пионерский лагерь имени зои космодемянской в павловку там тоже конкурсная песня была я исполнил песни потом в дуэте с костюком сережка исполнили мы песню и нас отобрали мы бы стали победителем конкурсной песни и нас отобрали им и мы должны были уехать в артек но моя сестра значит сережа костюк поехал в артек выступать меня сестра просто не отпустила она была маленькая еще ли в первый класс даже не пошла ей лет шесть было перед как раз школы она заплакала и сказала что я сама тут не осталось и я вот не поехал так бы мог бы тоже стать победителем конкурсной песни в самом пионерском лагере артек в запорожье опять же большее время тратилась это была работа очень мало времени было для прогулок по городу это было в основном работа а вечером я приходил с работы и шел сразу мчался садился на троллейбус и ехал по проспекту ленина я говорил что в запорожье проспект ленина сейчас он по-другому наверно уже давно называется 11 километров это была самая длинная улица 11 километров если взять город кривой рог 110 километров в украине то улица самая большая улица 11 километров это в запорожье проспект ленина и мчался на проспект ленина помню перед новым годом закончились у нас занятия и мы пошли у нас был там танцевальный вечер организовывался перед новым годом и там я познакомился со своей первой любовью тамара колосова она была кандидат мастера спорта по горному туризму красивая скромная девочка папа у нее был секретарь подкома запорож стали а мама ведущий лор врач в городе запорожье она единственная дочка была позднее ребенок родилась она уже поздно когда родителям много лет было заканчивала на индустриальные запорожский институт я помню мы с ней пошли еще впервые тогда выступал в запорожье александр градский это было большой какой-то концертный зал мы пошли с ней есть я впервые увидел александра городского он тогда еще стройный красивый с красивым голосом был стоял на сцене и исполнял песню как молодым и были шикарное исполнение конечно после ухода недавно он буквально ушел царство небесное замечательный исполнитель из города копейска где он родился это челябинская область если я не ошибаюсь замечательный исполнитель с тамарой мы встречались познакомила тамара меня с родителями я приезжал в запорожье не в центре прямо жили у них такой старый дом с высокими потолками все так роскошно было конечно вот а ее брат двоюродные он учился в москве они все как-то вот так вот хвастались своим этим мама там племянником тамара братом что вы такой умный носит а парень был умный учился в москве в химическом каком-то институте какой-то очень хороший был институт москве позже через год тамара ко мне приехала я взял отпуск и тамара ко мне приехала я в ковеле ее встретил впервые приехала в город каменькашиск но когда она увидела город каменькашиск а город каменькашиск тогда был с населением 10 тысяч человек ну максимум наверно 11 да так он и остался ничего там не выросло в общем-то по населению и тамара приехала в ковеле я поехал ее встретил и когда она увидела этот город каменькашиск маленький она сразу же пошла мне надо срочно на почту на переговорные типы шла и начала плакать и задать прямо и говорить что это вообще это такое такая деревня и прочее но я после этого она немножко еще побыла и я ее проводил и так мы с ней расстались я очень сильно переживал очень сильно переживал конечно месяц где-то мучился приехал обратно я в калугу после отпуска этого не мог себя найти конечно и олег панферов это наш авиамоделист тоже в калуге уже воротынске он говорит ко мне две сестры приедет я ну ладно я могу познакомить две сестры люда и света но приехали две сестры мне очень понравилась светлана но светлана оказался на 65 года было рождение она сейчас так и живет очень хороший художник и отделочник по квартирам очень хорошие лепки делает художественные вообще мастерица на все руки молодец светочка привет тебе вот мне очень понравилась свет она такая шустрая такая была интересная всегда хохотуха была но у нее оказался парень который только службу закончил и он тоже приезжал туда в гости судаков ведь как царство небесное давно уже правда нет его и люда люда вот как раз потом впоследствии стала моей женой люда была очень скромная на только школу закончила должна была ехать поступать минские стоматологические но ей просто сказали что ты туда не поступишь потому что без блата там делать ничего хотя она закончила с отличием школу она поступила ленинградский политехнический институт она была инженер-технолог я все время путают то ли она органик то ли не органик все время опутал и до сих пор я до сих пор не знаю то ли она органическая химия была то ли не органическая химия после окончания я рассказывал что я поступил потом волчанское училище эту тему мы пропустим и город дня Городня, где я начал свою службу. В Городне мы тоже организовывали. У нас был очень замечательный секретарь подкома Владимир Петрович Белоуз. И у нас был очень хороший воспитатель Петр Иванович Белонок такой, приехал с боевого полка, здоровый такой он, крепкий мужик был. Нас, ну, такой, можно сказать, отец наш был. Я вспоминаю, когда мы в Добрянке были, ставили в наряды и распределили. Сережа Тарасов был, маленький такой летчик, он таким маленьким и остался. Сейчас уже давно полковник, он хороший парень такой, Сережка Тарасов. Он определился в наряд патруль. А патруль должен был ходить по Добрянке, повязку одевают. И ходили, искали, кто убегал в самоволку, там курсанты и солдат ловить. Ну, а Сережка решил, что не обязательно ходить, можно поехать. У него семья была в Чернигове, сам он черниговский был. И он плюнул на это, да поехал. Не стал в наряд, ну, типа, пошел, расписал, что он в наряде, а сам поехал в Чернигов. Ну, его кто-то вычислил. Вычислил его, и тут бюро комитета этого партии собралось. Сидит Петр Иванович, сидят там эти, все, которые в этом бюро были. Ну, и надо же пристыдить этого Тарасова. Стоит Тарасов прямо, Сережка. Ну, и рассказывает, рассказывает, как все было, почему ты не стал, на ряд не пошел и прочее. Ну, Сережка стоит, все рассказал, как есть. И Петр Иванович, ну шо, Тарасов, как ты будешь исправляться? Петр Иванович, исправлюсь в следующем патруле. Я там выпал, там все выпали просто. Ну, что ты сделаешь? Просто вот такой вот юморной эпизод был. Интересные были у нас, конечно, и вечера, отдыха тоже проводил. У меня, я был любитель коллекционирования пластинок, и у меня было 1840 больших гигантов, вот этих вот виниловых пластинок. Я постоянно менял аппаратуру, для меня зарплату, как я получал, жена знала, что я пойду куплю обязательно книги, обязательно пластинки, это было мое, ну и посуду. Посудой потом жена могла бросаться в меня, потому что я любил посуду, она, уже столько ее было, что она уже не вытерпела, и костюли летели в мою сторону, когда я приносил новые. Такое тоже было. Вот, и я приносил, я переключаюсь, хочется все рассказать, как бы интересно. Я приносил аппаратуру в полк, когда у нас были празднества там, приносил аппаратуру в полк, брал пластинки и устраивал там дискотеки, там были вечера отдыха, застолья легкие, там немножко спиртного могли выпить, там шампанского, но очень-очень хорошо, и конкурсы проводились, очень хорошо мы жили в городе-городне, это была просто единая семья, что я могу сказать, тогда жили не богато, машины были только у тех, в основном, кто служил за границей, вот, я за границу не мог попасть, потому что или никто и не предложил бы, потому что я не был коммунистом, я вспоминаю, когда меня тащили в эту коммунистическую партию, я не знал, как отбрыкаться, думаю, что же придумать, чтобы меня все-таки не взяли, потому что это, ну, ну, не любил я эти все, как секты прямо, и меня приглашают на бюро, чтобы я поступал в партию, и начинают расспрашивать, от химии льготами пользуются военные коммунисты, я говорю, что вы не знаете, загранкомандировки, пожалуйста, должности, пожалуйста, прочее, 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 и один там рыжий такой был, не помню, как фамилия, полковник Ищенигова, который представлял там, это секретарь подкома училища, или кто он там был, даже сейчас не вспомню, как же фамилия Наде, как-то фамилия была, напишите в комментарии, Владимир Петрович Белу знает его фамилию, и он, вот этого человека и близко в партию не пускать, вот таким образом я, конечно, не попал в партию, это моя, конечно, была радость внутри, но, когда начался Чернобыль, я в первых рядах поехал в Чернобыль, и в Чернобыле был начальником штаба оперативной группы ВВС, в мои обязанности входила эта планировка, планировали вертолеты у нас полностью, вертолеты были ребята-экипажи из Афганистана в основном, а так как группы были из Института Вернадского и Курчатовцы, они были гражданские, очень пожилые уже люди такие, и надо было лететь обязательно каждый день, когда летали замеры по цезию, безоронка такая была, то есть летим на вертолете, и несколько, много-много посадок делается, винты не выключаются, в поле, где не переоранное, выносил я, помогал выносить этим специалистам, профессорам эти бочки по замеру, с прибором по замеру цезия, они быстро замеряли, и мы обратно в вертолёт, и улетали уже на базу к вечеру, то есть вот такая задача была, обязательно на борту должен был военный, и вот мне приходилось часто летать, и в один прекрасный день мы прилетели, был такой случай курьёзный, мы прилетели в Овруч, а под Овручем километров, может, 5-3 максимум, было такое село Подрудье, оно такое длинное село, как сейчас помню по карте, а в Подрудье жила лучшая подруга моей жены, Валентина Суходольская, и вот Валентина Суходольская, очень интересная дама, спортивная, очень умная, такая размеренная, спокойная, мы до сих пор дружим, у неё сейчас прекрасная семья, сынуля такой двухметрового роста, Игорёк, Юрка спортсмен, ребята, привет, Юра, Валя, Игорюша, я вас люблю, обожаю, впоследствии они построили дом, папа у Юрки был бригадир и мастер, он инженер был, царство небесное, помог Юрке построить дом хороший, у них шикарная семья, Валя потом работала вместе с Людой, старшими инженерами, технологами на заводе телевизионном Агат, а Юрка тоже на заводе Агат работал, у него, он электриком был, но хотя Юрка был настолько спортивный, он сам мастер спорта, по всем этим лёгким атлетикам, по всем этим волейболам и прочим, по лыжам, ну такой спортивный парень, он до сих пор ведёт в городе Городня, в спортивной школе этот спорт, сам он весом килограммчиком, килограммчиком так 62-64, очень-очень спортивный, очень такой классный, сейчас ему уже 60 лет исполнилось, но с таким же юмором, с таким же подходом к спорту он и остался, молодец Юра, привет ещё раз Валя, Игорь, Юрочка, всем-всем привет, есть же конечно что вспомнить, и вот когда Валя всё время переключаешь, но понять можно, я думаю, Валя с Людой работали, у Вали сын ходил в детский сад вместе с Сашей в одну группу, хотя Игорёк был на год младше Саши, сейчас Саше моему 33 года, а Игорьку уже 32 года, они ходили в один детский сад, мы часто встречались, то Валя приготовит, мы собирались у неё в доме, тогда она ещё в доме родительском жила, то к нам придёт, и вот так ходили всё время друг к другу, а дети ходили в один садик, это от завода Агат, и Людочка повела маленького Сашку, Сашка родился у меня в 89 году, повела в садик, только оставила в садик, через 15 минут звонок, заберите, ваш ребёнок заболел, Люда думает, чего, здоровый ребёнок был, оказывается, Сашка пришёл, Люда его переодела, а он у меня очень шустрый был, разогнался, проскользнулся, там была чугунная впереди батарея, и он слёту в чугунную эту батарею лбом, со всего размаха, и у него всё это кровище, ему быстро вызвали скорую, на скорой приехали, забрали его, зашили, привезли обратно, обмотали, Люда приходит, прошло 20 минут, приходит Люда, а у него вот так вот всё уже перемотано, он с яблоками, ему апельсин отдавали, такой довольный уже, что ему подарки дали, а оказывается вот так, ну, конечно, воспитатель тоже испугалась за этот случай, но кого винить-то, здесь сам ребёнок виноват, тут воспитателей ни при чём, тут не уследишь, что такое дети, не уследишь, правильно? Вот так ребёнка привела, впоследствии у него остался шрам, типа как иероглиф, ну, а мой Сашка потом стал заниматься, когда он занимался уже с каратэ, и дошёл в 10 классе, он был с чёрным поясом, вот, победитель соревнований был, кубок иноиды выступал, чемпионат, чемпионаты разные были, то есть он такой спортивный и остался, и Артём, и Саша спортивные, я думаю, сейчас мы закончим, достаточно, дальше я опять буду продолжать свои выпуски, кому интересно, пишите, спрашивайте, пишите комментарии, мне всегда приятно, но я очень-очень благодарю, когда вы мне ставите лайки, мне это приятно, пишите комментарии, спрашивайте, скоро пойдут опять рецепты, скоро пройдёт прогулка, прогуляемся ещё раз по острову Тенерифе, я вам порассказываю интересные места, и как говорил, что покажу обязательно ботанический сад, и дом, в который приезжала, это не её личный дом был, она снимала, в аренде была Агата Кристи, писательница Агата Кристи, все оставайтесь живы, здоровы, всем пока-пока, всем хорошего дня, всем хорошее настроение, я поздравляю, сегодня у нас день святого Валентина, всем любви, высочайшей любви, и большого-большого счастья, всех, кого знаю, всем большой привет, приходите ко мне, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, всем пока-пока.